Уникальное скопление галактик обнаружили ученые орбитальной астрофизической лаборатории спектра Ренгенгамма. Подобных сверхмассивных и далеких от нас скоплений раньше было открыто всего два. Совершить открытие удалось при помощи турецкого телескопа Казанского федерального университета. Какие секреты прошлого Вселенной может открыть изучение этого скопления, разбирался наш корреспондент. СКОПЛЕНИЕ ГАЛАКТИК А есть ближайшая к нам галактика Туманность Андромеды. Примерно до Туманности Андромеды свет идет 2 миллиона световых лет. Ну и можно сказать, что между нами и Туманностью Андромеды других больших крупных галактик нет. И пространство, оно, конечно, не пустое. Там есть звезды, небольшие галактики, но нет скопления галактик. А вот скопления галактик в этих конгломератах, которые мы обнаруживаем, на таком же расстоянии между галактиками 2 миллиона световых лет содержится несколько тысяч, несколько десятков тысяч галактик. Вот если бы мы с вами жили в скоплении галактик, то мы бы на небе видели огромное количество галактик. Такое скопление обнаружить непросто. Несмотря на то, что объект достаточно массивный, он находится очень далеко от нас. И оптического телескопа недостаточно для обнаружения подобных объектов. Дело в том, что при оптическом наблюдении картина Вселенной может складываться неполной, поскольку объекты могут друг друга перекрывать. В этом случае на помощь приходят рентгеновские телескопы. Такие важные инструменты располагаются на орбитальной обсерватории спектра рентген-гамма, один из которых, телескоп Эрозита, зарегистрировал рентгеновское излучение скопления. Дело в том, что кроме галактик, в скоплении галактик существует так называемый горячий газ, который разогрет до температур в несколько миллионов градусов. Вот этот горячий газ, излучающий в рентгеновском диапазоне, мы с помощью оптических телескопов не видим. Но зато этот газ хорошо видят рентгеновские орбитальные обсерватории. Почему важно запускать в космос такие орбитальные обсерватории, регистрирующие излучение в рентгене? Наиболее полная картина космических явлений складывается в ходе совместной работы оптического и рентгеновского телескопов. Так, телескоп-паразита обсерватории «Спектр-РГ» обнаружил уникальное скопление, как рентгеновское пятнышко на небе. Сначала шестиметровый телескоп Российской академии наук зафиксировал спектры двух ярчайших галактик этого массивного скопления и определил расстояние до него. А затем установленный в Турции полутораметровый телескоп Казанского федерального университета получил глубокое цветное изображение объекта, которое помогло увидеть десятки галактик скопления и обнаружить еще одно его уникальное свойство. Оборечные они бывают очень компактные и имеют такую сферическую форму. Так вот, оказалось, что это скопление не имеет сферической формы, и оно по своей форме, распределение галактик в этом скоплении, имеет такую форму песочных часов, вытянутые как треугольник вверх, вниз, а посередине такая узкая горловина. И мы, когда мы обсуждали совместно с коллегами из Института космических исследований, сделали предположение, что, возможно, это скопление формируется из нескольких небольших, ну, по крайней мере, двух скоплений, которые сейчас еще не до конца слились. Необычная форма скопления дает подсказку на вопрос о его происхождении. Сами по себе массивные скопления не уникальны, но большинство из них обнаружено на близком расстоянии от нас. Согласно теориям, массивные скопления должны формироваться в современном мире, поскольку на этот процесс требуется очень много времени. И необычность обнаруженного скопления в том, что оно от нас очень далеко, а значит, сформировалось оно в далекой молодости Вселенной, чего быть, по предположениям ученых, не должно. Таких отклонений ранее за всю историю астрономии было обнаружено всего лишь два. Если вот в ходе дальнейших наблюдений на спутнике спектра Нингама в Ренгеновском диапазоне эта орбитальная обсерватория будет обнаруживать новые и новые массивные скопления далекие, а мы будем с помощью наших оптических телескопов и нашего телескопа Казанского университета, и телескопа Московского университета, Российской академии наук подтверждать, что действительно этих скоплений массивных не три, а может быть пять, десять, пятнадцать, и дальше, когда там будет сто, тогда это может прийти к существенному противоречию между теорией и наблюдениями, и возникнет необходимость в модификации теории эволюции нашей Вселенной. Найденное скопление планируется изучать и в дальнейшем. Понять, как развивалась Вселенная, это одна из главных задач работы обсерватории «Спектр-РГ». Напомним, она была запущена «Роскосмосом» ракетой «Протон-М» 13 июля 2019 года с участием Института космических исследований РАН и Немецкого космического агентства. Научный руководитель миссии «Спектр-РГ», выдающийся ученый с мировым именем, академик Рашид Сюняев, почетный профессор Казанского федерального университета. Астрономы КФО с помощью полуторометрового телескопа ВУЗа, установленного в Турции, оказывают наземную поддержку обсерватории СРГ. Диана Желенкова, Фаридзе Хитаглы, Универньюс.